Здравствуйте, коллеги! Я хочу поговорить на несколько провокационную тему. Тут есть слово, которое всех очень забавляет, и некоторые проголосовали за доклад только тупо из-за этого слова. Я надеюсь, что вам это будет интересно, близко, знакомо. Меня зовут Игорь Цубко, я технический директор агентства NotaMedia, и я повидал разного МНА. Я занимаюсь крупными проектами, которые, в отличие от классического агентского бизнеса, это проекты, которые не сдались и забылись через полгода. Это проекты, которые находятся на эксплуатации, находятся в какой-то форме, находятся на постоянных доработках. И, конечно, такие проекты накладывают определенные свои требования. А последние где-то три года я работаю с ГОСами. Сначала это было правительство Московской области, теперь это правительство Москвы. В частности, мы сделали такой замечательный проект, как Мосру, реклама которого в городе Москве на каждой практически остановке. И почему я об этом сейчас говорю? Потому что если с коммерческими проектами вы как-то можете договориться, что вы выкатите это попозже, ну, не успели, но вы им за это что-нибудь хорошее сделаете, то с ГОСами такая фишка не прокатывает. Ну, вообще никак. Так, ну, просто, если у тебя есть дата сдачи, вот, то под это подвязано слишком много, слишком важных людей, для того, чтобы ты мог просто сказать, вы знаете, мы не успели. Ты обязан это выкатить. Ну, или это будет последнее, что ты не сделаешь. Там очень много всего, как бы, и финансовые штрафы будут, и много-много всего другого плохого. Поэтому про ночные лизы и наркотики я знаю не понаслышке. У меня еще есть один маленький вопрос к вам здесь присутствующим. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто здесь имеет отношение, вот, сидящих в этом зале, к менеджменту, то есть это технические директора, темлиды, менеджеры? Так, 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 так. А все остальные разработчики, админы, да, вот, как бы, сами те люди, которые что-то делают, в отличие от вышеупомянутых, да? Хорошо. У нас тут секция про DevOps. Я очень нежно люблю DevOps практики. Мы используем Continuous Delivery, мы используем Chef и Infrastructure as a Code. Очень нежно люблю это дело. Бесконечно мы используем Docker, мы используем вязанку других технологий. Но это будет мой последний доклад, который, ну, последний мой слайд вообще, и последнее, что в моем докладе будет про какие-то конкретные технологии. А, еще у меня классные носки с логотипом GitLab. Вот, как бы, дальше я буду больше гораздо говорить про психологию, как это неудивительно, потому что про нее почему-то всегда забывают. А над проектами, тем не менее, работают люди, и от ночных релизов страдают именно люди. Я расскажу вам замечательную историю про двух людей, которые как-то были связаны с темой нашего доклада. Пусть их зовут Саша и Паша. Мне говорят отойти от экрана, что я загораживаю все, а мне тогда не видно ничего. Сейчас, извините, секунду. Техническая неполадка. А теперь вам ничего не видно. Это Саша и Паша. Саша и Паша очень классные ребята. Они работают, предположим, в нашей отрасли, но они очень разные. Саша, он такой очень жесткий товарищ, и он считает, что мотивация – это самое главное. Правильно замотивированный человек, он решит все проблемы. Ну, Сашиному перу принадлежат такие высказывания, как… Или, например, как… Почему я вставил эти цитаты? Потому что это цитаты реальных руководителей крупных каких-то компаний, которые занимались разработкой софта, либо в вебе что-то делали. И вот они придерживались таких взглядов реально. Это невыдуманные вещи. Ну, как бы люди такие и есть. Паша, он другой. Паша, он очень любит новые модные технологии. Паша знает много страшных слов. Карте, кунг-фу и много других. И он, конечно, считает, что вот кроме как со всеми этими классными штуками, работать вообще нельзя. Ну, потому что это неправильно и вообще нужно быть в тренде. Вот такие вот они разные. Ну, Саша что? Саша у нас любит классический менеджмент. Саша у нас любит дисциплину. Поэтому и требования он выдвигает к ребятам соответствующие. Но есть нюансы. Почему-то, когда вы вводите какую-то отчетность, то эту отчетность кто-то должен смотреть и как-то рефлексировать. И вообще задача построения отчетности – это нифига не тривиальная задача. Почему-то, в общем, ТЗ на 70 страниц, ну, вы уже сами прекрасно знаете, что это не работает. Никак. Ни у кого. Это немножко работает у крупных интерпрайзов, но на самом деле там совсем другая сказка. А людей на рынке очень мало, поэтому мы никого не увольняем. Вообще это очень, как бы так, неприятно увольнять людей. Поэтому они остаются. Ну, и как бы, в общем, че-то плохо все. Ночные релизы все тяжелее и тяжелее. Поэтому у Саши есть абсолютный классический способ – это быстро сделать. И пусть эксплуатация занимается кто-нибудь другой доработками. Вот она классная ситуация, вообще классная схема работы. А те люди, которые работают у Саши, они выглядят вот так. Ну, потому что в другом режиме фигачить в Сашином вот этом темпе, в Сашиной мотивации, с Сашиной вот этой эмоциональной прокачкой просто невозможно. Ну, вообще никак. Ну, только так. И когда… Это, кстати, тоже цитата реального крупного технического директора на вопрос одного человека, что делать в такой-то ситуации. Он отвечает вот такое. Ну, то есть это реальные как бы люди. Так живут. Ну, Паша, конечно, другой. Паша весь такой гибкий, стильный, модный, молодежный. Он старается быть прогрессивным и следовать трендам. Но, как бы, когда ты быстро катаешься, то точно так же быстро ты добавляешь, доставляешь до людей критичные баги. Ну, как бы, конечно, всем все понятно, но надо, конечно, вспомнить вот эту замечательную историю. Если вы не знаете, это был эпический баг у какого-то музыкального плеера или что-то вроде того. И этот Bumblebee сносил людям папку UZR. Ну, они пробел туда случайно. Они случайно, когда релизились, они вот здесь вот, вот здесь вот. Они пробел случайно поставили после UZR. Там должно было сноситься UZR-Lip NVIDIA Current XORG, XORG. А они пробел поставили. Ну, в общем, извините, дорогие пользователи. И они реально посносили людям кучу данных. Аналогичная история была с Яндекс.Диском, когда Яндекс.Диск задеплоил новую версию и снес людям весь хомяк. Не, они, конечно, потом извинялись. Они выдавали бесплатное место на диске, там, на своем все дела. Но файлов-то не вернуть. Да, Паша, он классный. Он учится на своих ошибках, правильно? Вот, ну вот, например, как админы GitLab. Они тоже научились на своих ошибках. Кто не в курсе, GitLab чуть-чуть потерял все данные. Из-за странного набора случайных обстоятельств. Ну, там реально была сложная ситуация. Но факт есть факт, данные потеряны были. Ну, они там частично расстановили. Но, в общем, это было грустно. Это было очень грустно. Не надо так делать. Старайтесь избегать этого. Ну, и как бы Паша, конечно, классный. Он гибкий весь такой, все дела. Он внедряет всякие новые модные фреймворки. Внедряет инфраструктуры The Code везде на каждый чих. Но только деньги почему-то у него кончились. Ну, вот как-то так получается. И вот, честно говоря, я когда внедлял у себя в компании DevOps практики, я вот в страшном сне не мог представить, сколько это стоит, если это делать по-хорошему. Вот прям по-честному, по-хорошему. А проекты у нас крупные. Там по 5-6 контуров. Ну, то есть тест, продакшн, там всякие вот эти вот истории. Куча серверов, куча приложений. И, в общем, это все адски дорого. Ну, просто в производстве. Я не знаю, как бы я поступил бы, если бы мне кто-то сказал, что это будет стоить столько. Но я влез в эту ситуацию. Конечно, я получил много бонусов. Но цифра просто колоссальная. И если бы у меня были похуже мои специалисты, ну, я был бы как Паша. Ну, ладно. Это все лирика. Но, на самом деле, и у того, и у Саши, и у Паши есть реально классные темы, которые они умеют очень хорошо. Им бы научиться друг у друга. Ну, например, Саша страдает от того, что он внедряет всякие классные новые штуки, а ночные лизы, они продолжаются. Ну, нет, ну, серьезно. Если вы делаете инфраструктуру из-за код какой-нибудь, то вам этот же все равно код. Его все равно тестировать надо. А если его никто не тестирует, то, ну, хоть в какой-то форме, то как бы баги у вас остаются. Ну, Паша, конечно, имеет свое мнение на этот счет. Но к беседе присоединяется Вениамин и как бы высказывает свою оригинальную точку зрения на проблему. Точка зрения Вениамина заключается в том, что новые технологии, все вот эти вот модные классные штуки, это тоже наркотики. Ну, то есть, смотрите, да, мы, во-первых, они дорогие, во-вторых, если на них подсел, то с них сложно слезть, а в-третьих, нам, замечательным разработчикам, это реально доставляет кайф. Ну, вот прям реально неиллюзорный кайф, когда ты попробуешь какую-нибудь новую тулзу, какую-нибудь новую технологию классную. И прикол-то заключается в том, что вопрос ночных релизов и вопрос технологий, они вообще на самом деле плохо связаны. Потому что мы релизим по ночам зачастую из-за косяков в организации, из-за косяков в людях самих. И иногда просто нужно взять и сделать, ну, нет, реально, бывают ситуации, когда нужно просто по-честному взять и сделать, действительно ночью. Что тогда делать? Как бы есть такой замечательный белок или что-то, дофамин. Люди очень сильно от него зависимы. Если дофамина у человека не хватает, то человек становится очень грустно, он загибается потихоньку. Надо поддерживать командный дух. Ну, то есть, что я имею в виду? Если уж вдруг приходится релизить ночью, самое простое, накормите тех людей, которые сидят ночью. Вот прям возьмите и накормите их. Самое простое, если с вами рядом сидят люди, которые уходят в ночь работать, посидите с ними. Особенно это касается менеджеров. Не сваливайте, суки, падл, домой. Это пипец, как демотивирует. Будьте с ними, помогайте им. Хоть чем-нибудь, хоть чаю с печеньками принесите. Это действительно помогает. Разработчикам, когда они помогают братьям и сестрам своим, это помогает подняться в глазах братьев и сестер своих и выстроить себе карьеру таким образом. А менеджерам это позволяет сохранить все-таки какой-то результат более-менее внятный. Но, конечно, я бы не рассказывал бы всю эту историю, если бы ночные релизы на каком-то этапе моего жизненного пути не были бы регулярными. И это, конечно, все равно выматывает, когда у тебя все люди толпой сидят ночами. Ну, это реально убивает все. Поэтому мы ввели шапку релиз инженера. Это такая специальная шапка, которую на неделю надевает кто-то из квалифицированных людей, а все остальные люди знают, что в эту неделю их не трогают. Они могут заняться имитацией личной жизни. Ну, то есть прийти домой, покодить что-нибудь для себя. Это очень классная практика. Она очень здорово, во-первых, мотивирует менеджеров правильно организовывать работу, потому что они понимают, что да, выкатить они могут к вечеру, а вот допилить кучу функционала они уже не могут. И для них это достаточно сильно понятна схема. И, ну, как бы с одной стороны мы им вроде помогаем, с другой стороны мы вроде как и даем им ограничения. Об этом реально можно хорошо договориться, они это понимают. Ну, и релиз-инженер это будет человек, который просто искренне будет замотивирован в течение недели своего дежурства заранее подстелить себе соломки. Отревьюить код, который грозится поехать скоро. Если вводится какой-то сценарий релиза, то есть там есть какие-то операции дополнительные, которые нужно сделать, что-нибудь в базе поправить, не знаю, ну, вдруг вы там проведете что-нибудь в базе напрямую. Вот эти все операции он может проверить, протестировать. С этим связана еще одна история, которую я не включил в доклад, но если вам будет потом интересно, я могу рассказать, как, если у вас нет… А, поднимите руки, у кого уже есть вот всякие шеф, докер и прочее. Так, а кто хочет себе их внедрить и не получается? Ага, хорошо, ладно. Вот, если те, кто хочет себе это внедрить, не знает, как подрулить к руководству, я могу рассказать, как это сделать, чтобы руководство согласилось психологически на то, чтобы на такие вещи интересные пойти. Там есть хитрая многоходовочка. Но, как бы, как я уже говорил, проблему с организацией труда это не решает. Конечно, клиент наш царь и бог, но Вениамин все-таки считает по-своему. Вениамин считает по-своему, потому что даже все вот эти модные подходы типа Эджайла и прочего, они, ну, зачастую вы не можете объяснить клиенту, что такое техдолг. Вы, конечно, стараетесь очень сильно, но все равно он пытается этот процесс контролировать, и в результате, ну, вы лишаете нити техдолги, которые реально нужно лишать. И это копится. И копится и мешает потом лизиться вам, опять-таки. И, ну, как бы, людям тяжело, и процессам тяжело, и всему тяжело. Но людям можно помочь. Людям можно помочь с проблемами, потому что здесь действительно тоже проблема в людях. Мы ввели, я обратил внимание на интересную историю, что человек, который занимается исправлением багов, у него на самом деле есть интересный конфликт интересов. Тавтология. Занятный конфликт интересов. Дело в том, что когда человек уже, ну, во-первых, саппорт — это дело страшно неблагодарное. Если кто-то работал на этой позиции, то он прекрасно это понимает. И у человека в какой-то момент, когда он офигевает до полного просто состояния отупления, упарывается, то ему... Он зачастую видит какие-то баги, косяки в системе, но ему абсолютно не хочется уже туда лезть. Вот. Потому что к нему пришли вот с этой вот мелочью, вот ему сейчас это быстро поправить, и пусть они все от него отвалят. А с этим всем вот то, что там накопилось, пусть кто-нибудь другой разбирается. Вот. Так образуется хороший такой кондовый техдолг, который никто никогда не лишит. Никогда. Потому что никто о нем никогда не узнает. Потому что те люди, которые занимаются саппортом, не будут об этом говорить, чтобы на них накинули еще работы. Поэтому вводится шапка диагноста. Диагноз дежурит на всех багах. Это человек тоже из производства, который тоже занимается разработкой, но вот у него на него упало это дежурство. И он за всеми все смотрит. Заодно он узнает, как кодят его соседи, как может нужно кодить, а как может не нужно кодить, делать для себя какие-то выводы. И самая важная штука. Диагноз не занимается исправлением проблем. Он занимается только поиском всех косяков, которые только можно ему найти. Вот прям на всех ищет. На разработчиков, которые понавертели. На админов, которые что-то там понапридумывали. На верстальщиков на каких-нибудь, которые криво сверстали. Не знаю. На менеджеров, которые криво поставили задачу и в процессах была полная байда, из-за чего получился такой плохой код. Его результат работы – это отчет о том, как он разбирался. Буквально зашел на такой сервер, посмотрел то-то, то-то. Естественно, никаких изменений в систему он не вносит. Он только смотрит. Почему это важно? Потому что не всегда можно посадить на позицию диагноста суперквалифицированного чувака, который во всем вообще разбирается. хотя это способствует появлению таких людей у вас в команде. Но когда у вас сидит не очень коллекционный чувак, он может в какой-то момент уйти не в ту степь. Не то посмотрел, не тот вывод сделал и потратил 4 часа на поиски проблемы там, где ее нет. А потом еще запряк каких-нибудь людей это исправлять. И потом, спустя пару дней, вы узнаете, что все пропало, шеф. И надо что-то с этим делать. Так вот, если у вас есть отчет этот, то проглядеть этот отчет – это очень быстро. Глаз реально цепляется за ошибки в процессе диагностики. У меня была шикарная история, когда ко мне QA пришел и говорит, там вот этот вот мальчик у тебя твой, он там что-то такой фигни понавертел в результатах диагностики. Вот я ему не верю. Я, правда, ничего не понимаю, что там написано, но я ему не верю. Я залезаю, и действительно полная фигня. Мы вовремя мальчика остановили, как бы направили в нужное русло, и как бы проблема решилась. Это действительно очень здорово. Ну и как бы отдельная моя гордость, что у нас нет практически вечных багов, то есть багов, которые там висят в какие-то бесконечные сроки, никто не знает, как их решать. А давайте мы закостыляем и забудем. У нас был один баг, который длился три недели. Причем мы знали, где он. Ну, как бы мы просто не знали. Там были приколы по связи PHP-приложения с очередью. Мы знали точно, что вот он вот здесь, вот теряется между этим и этим, но почему, непонятно. Мы просто не знали, что с этим дальше делать, потому что там уже тонкости начинались. Потом мы нашли, естественно, ту самую заветную одну опцию в настройках сервера очередей, которая помогла с этим справиться. Но ситуация была полностью подконтрольна. То есть, если бы это было реально, вот нас очень сильно прижало, мы могли бы, не знаю, нанять какого-нибудь стороннего чувака, который в этом бы разбирался, сказать им, вот здесь вот проблема, как это, вот конкретно вот эту проблему, решить, он бы нам за пять минут ответил, мы бы все бы исправили. Но у Паши тоже проблемы. Он понавнедрял кучу всяких технологий, народ ими обкололся, как последние наркоманы. Но код ужасный, ночные релизы продолжаются. У Паши есть, кстати, не самый худший вариант решения этой проблемы. Ну, то есть, серьезно, если один из любимых моих вопросов к менеджерам, за какое время до факапа, вот до этого, когда вы в ночь уже ушли, вот за сколько времени до того, как он произошел, вы знали, что он произойдет. Как правило, люди узнают об этом за сутки. Ну, то есть, вот представьте, да, вот что-то пилится две недели, а две недели у менеджера все отлично, а потом в последний день, блин, вот никогда такого не было, и вот опять. Ну, то есть, это как вообще? Ну, это, такого быть не должно. И таких менеджеров почему-то не увольняют. Хотя это вот прям прямой косяк. Аналогично с разработчиками и со всем прочим. Ну, как бы, да, действительно, зачастую надо с глупыми людьми расставаться, просто потому что они несовместимы с жизнью. И это не самый худший вариант. Но у Вениамина есть, как бы, еще один интересный нюанс. Дело в том, что сами по себе ночные релизы — это тоже наркотик. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Начинается вот все вот с этой замечательной фразы. Чему она нас учит? Она нас учит следующему, что когда человек, вот случился факап, мы героически его решили, а потом что произошло? Мы молодцы. А мозг, он так интересно устроен, что если эту цепочку повторить несколько раз, то серединка, она пропадает у него. И мы, конечно, классные сознательные существа, но бессознательные гораздо сильнее. Ну, в каком плане, да? Оно же хочет, чтобы у него все было хорошо. И человек начинает какими-то окольными путями создавать ситуации, чтобы факапы случались, потому что тогда его похвалят. Он будет хорошим мальчиком, он решил, герой, вытащил всех. Может быть, это не один и тот же человек будет создавать эти факапы, но паттерн в команде создается. Команда начинает продуцировать проблемы сама по себе. И с этой наркоманией надо реально бороться, и бороться нещадно. Иначе будут такие тупые собачки у вас. Ну, как бы, я закончу свое выступление. Как я говорил, про конкретные технологии не было ничего. Я понимаю, что все это пробовали. Я понимаю, что, может быть, вам даже нравилось, но старайтесь избегать этого. Я готов ответить на какие-нибудь умные вопросы или сказать какие-нибудь интересные байки из своей жизни. Ребята, давайте вопросы. Тогда придется рассказывать байки. Целый один вопрос. Спасибо за доклад. Меня слышно, да? Да. Такой вопрос. Ага, постараюсь. Такой вопрос. Вот у вас, как я понял, есть целые команды, которые дежурят. Это дежурство именно для вот таких неплановых релизов? То есть, когда что-то внеплановое случается? Или это дежурство, когда, ну, тоже внепланово, но не в процессе разработки, а там, не знаю, сервер упал? Или там какой-то критичный баг ночью? Ну, смотрите, да. Если сервер упал ночью, вообще обычно это называется словом эксплуатации, ну, в крупных интерпрайзах это называется словом эксплуатация. И эксплуатацией занимаются отдельные люди, на которых навешиваются всякие суровые SLA, у которых есть какой-нибудь сервис-деск, в котором фиксируются все инциденты обязательно, в котором куча статистики, за которую они кровью отвечают, то бишь деньгами. И это вообще не должно, ну, как бы, вот это, как это организовать, сливать ли там DEV и OPS настолько, чтобы это вообще были одни люди или нет, это отдельный вопрос, потому что, ну, я не уверен, что всегда это нужно делать. Соответственно, речь, ну, как бы, у меня сейчас речь шла про ребят из производства, которые занимаются именно разработкой новых фич, и, соответственно, про вот такие факты, какие-то внеплановые выкаты, внеплановые релизы, а вот срочно поправить что-то, ну, так как бы с новым функционалом каким-то. И дежурство есть независимо от того, есть факап или нет факапа. Ну, то есть планируется факап или не планируется факап, человек как бы есть дежурный, он знает, что на этой неделе его, в принципе, могут дернуть. Ну, и плюс он все-таки там есть ряд, мы на него положили ряд функционалов, ну, ряд задач, которые даже при вне, ну, как бы, вот, он, в принципе, контролирует релизы, отсматривает их, да, чтобы, ну, ему же потом по ночам не сидеть. Ну, и успешно с этим справляется. Ага, да, спасибо. Еще один вопрос про деньги. Вот кто за это все платит? Ну, то есть вы работаете с заказчиком по фикс-прайсу или по ТМ? То есть за вот эти вот факапы? То есть там… Мы работаем с ГОСами, с ГОСами мы работаем… Ну, то есть не ТМ. …по законодательству, соответственно, это наши риски. Ну, то есть самим сотрудникам это оплачивается? Оплачивается. Очень любим своих сотрудников, приходите к нам работать. Спасибо. А при работе с ГОСами там больше, наверное… У нас на магистратуре учат, говорят, что работа с ГОСами – это точно по техническому заданию. Вот, и, ну, там, agile методология там особо не работает. Там как определенные этапы. Вот, можете рассказать у вас как? Могу. Не все? Какое-то могу. Смотрите. Agile – это все классно, и Waterfall – это тоже все классно. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди противовоспоставляют одно другому. Наверное, хочется очень. Но на самом деле это нифига друг другу не противостоит. Ну, то есть как бы это вот как на той картинке про двух мужиков, которые друг друга очень сильно не любят. Да, как бы… Но на самом деле им есть чему поучиться друг у друга. Совершенно замечательно можно жить по agile внутри водопада. То есть у тебя есть огромный функционал на тысячи человеко-часов. Ну, ни одну, ни две, ни три, а там большие порядки. И тебе ничего абсолютно не мешает внутри этого всего. Ну, технические задания, как бы, они вообще пишутся очень распущенно. И не может никто, ни один заказчик, прописать тебе техническое задание так, чтобы его можно было сделать. Ну, как бы, это нереально. Ну, просто хотя бы потому, что 150 страниц не могут содержать ничего внятного по определению. Поэтому внутри этого большого водопада про какие-то этапы, про какие-то большие куски функционала, ты можешь организовывать работу внутри себя как хочешь. И да, руководитель компании, которая делает это преобразование, то есть должен быть какой-то волшебный человек, который умеет разделить вот это все на кусочки и организовать работу так, чтобы результат был доставлен вовремя. Выставить приоритеты, понять, что раньше, что позже и прочее. Это способ организации команды. И, конечно, использовать что-то хорошее, доброе от Agile, это очень здорово помогает. И противоречий тут нет никакого. Еще раз. Ну, применение ГОСТов там все это работает, я имею в виду. Ну, военная, например, промышленность. Там же четко надо разработать какой-то функционал, как бы, ну, чтобы спутник не падал, в общем. Ну, как бы, если мы говорим про разработку спутника, то есть требования, да? Как ты эти требования выполняешь? То есть понятно, что есть сейчас, типа, ну, одна из тенденций, это, типа, что давайте пусть разработчики решают за бизнес, что бизнесу нужно. Есть такие поползновения. Типа они будут выдвигать идеи, бизнес будет их аппрувить, не аппрувить. Да, вообще, в принципе, инициатива должна исходить от тех, кто делает. Типа им виднее, а не больше специалистов в теме. Но, да, здесь вот конкретно этот нюанс, он не работает. Ну, как бы, то есть, ну, просто есть требования, которые нельзя обойти, есть требования, которые можно обойти. То есть, ну, какая разница кому, из тех, кто заказал этот спутник, что если он взлетит, какая разница, какого цвета у него будет обшивка? Ну, например. То есть, получается, тут водопадная модель. Конкретно. Я не понимаю вопроса, давай потом поговорим в кулуарах. Так, ребята, еще у кого есть вопросы? У вас есть время тогда для веселых историй? Время для веселых историй? Ну, я могу попробовать рассказать, как можно попробовать продать DevOps тем людям, которые вообще не хотят этого делать, вообще не хотят этих новых технологий и всего прочего. Ну, вот как вот этот пацан. Нет, не вот этот, вот этот пацан. Вот этому пацану можно продать новые методологии очень просто. Как бы для него роляют деньги. И для него роляют надежность какая-то, да, качество, результаты, прочие все слова. Вот, если, ну, как бы в принципе внедрение там какой-нибудь инфраструктуры, как кода, оно нужно, например, если у вас много человеческого фактора вмешивается. То есть, вы деплоите, и регулярно вы деплоите не то, что надо. Внедрение continuous integration вам нужно, если вы деплоитесь часто. Соответственно, ну, как бы, если вам не хотят внедрять эти методологии, технологии, внедрите сначала результат. То есть, деплоитесь часто. Ну, то есть, вручную, да, вот со всем этим, со всей этой жестью. То есть, посчитайте, сколько у вас, ну, как бы, сделайте деплой на прот через четкую инструкцию. Ну, то есть, классический интерпрайзный подход, это когда есть отдельная эксплуатация, есть отдельная разработка. И разработка, когда что-то сделала, она эксплуатации отдает исходники плюс инструкцию, что пошагово тупая мартышка должна сделать для того, чтобы зарелизить это на прот. Ну, какие команды ввести куда, на каком сервере, в какой последовательности. Если, когда вы внедрите это, а это внедряется очень просто, ну, то есть, просто как бы по щучьему велению, по моему хотению, разработчик может запросто такие вещи пропихнуть. Если в результате внедрения таких вещей у вас реально повысится качество, меньше будет отказов и прочего, то, во-первых, вы сможете зафиксировать, что да, вот это помогает, да, проблема в этом, в человеческом факте, или в чистоте деплоев, еще в чем-нибудь. И тогда вы можете обратить внимание того, кто заведует деньгами, на то, что это все классно помогло, но это очень дорого. Ну, потому что все ручные операции эти на ручном приводе, они действительно безумно дорогие. И тогда как раз внедрение, ну, как бы вы сможете сравнивать стоимость ручных операций с внедрением новых технологий, просто по цене. Что будет стоить писать это в шефе, что будет стоить делать это руками. И разговор будет реально предметный. Вот эта двухходовка, она, в принципе, помогает самым упертым людям убедить их в том, что нужно все-таки поменять. Ладно, всем спасибо. Я надеюсь, что вы будете меньше релизить по ночам и попытаетесь что-то для себя понять в этой жизни. Если это хотя бы с двумя людьми здесь случилось, то я считаю, что моя миссия на сегодня выполнена. Удачи вам. Спасибо Игорю. Спасибо Игорь Негода. Спасибо Игорь Негода. Всем привет! Меня зовут Александр Афанасьев, компания «Нескучный финанс». Мы помогаем предпринимателям разобраться в финансах. Это нужно для того, чтобы управлять компанией не на основании ощущений, мнений, а на основании конкретных цифр и фактов. Поэтому подписывайтесь на наш канал и следите за новостями.